Всем привет! Меня зовут Лиса и сегодня я покажу вам, что я купила в Корее, в Сеуле. Сегодняшнее видео будет одним из самых долгожданных на моем канале за все мое последнее время, потому что я только что вернулась из Кореи. У меня огромное количество покупок и мой инстаграм-директ буквально завален вашими вопросами о том, что же я, блин, там накупила. Давайте я вам сейчас все это покажу. Я не очень хочу сегодня сильно долго вас грузить вступлением, я просто скажу вам подписывайтесь на мой канал, тык, включайте в себя уведомления и аппликации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Я не знаю, с чего мне начать, здесь такая огромная куча всего, что я в небольшом смущении. Поэтому давайте я расскажу вам про моего нового друга, которого я назвала Малый Чинко. Это мой новый друг, и его зовут Малый Чинко. Малый Чинко на самом деле девочка, и несмотря на то, что ее имя переводится как Малый Писько, это ничего хуже не делает, наверное, я не уверена. История появления Малый Чинко в моей жизни, она не такая и простая, но она настолько драматичная, что я не могу просто пройти мимо нее. Дело в том, что в Корее огромное количество игровых автоматов и всяких конкурсов, где невозможно проиграть. В общем, в одном из таких конкурсов мой олигарх выбил для меня вот это вот потрясающее, совершенно великолепное великолепие. Он выбил около 7 шариков из 10, и за это нам вручили вот такую вот огромную здоровенную фигню. Это что-то запредельное. Ради вот этого здоровенной фигни пришлось покупать дополнительные чемоданы, потому что оставить Малого Чинко где-то на территории Кореи я просто не могла. Мне понадобилось забрать ее с собой. И его. Ну, вы понимаете, да? Кстати, появление вот этого вот пёселя, кстати, посмотрите на его задницу, я не знаю, зачем вам смотреть на его задницу, просто мне нравится эта анонимическая точность. Он появился у нас очень интересно. Дело в том, что вот этот пёсель был выбит из автомата с игрушками. А как вы знаете, выбить что-то из автомата с игрушками целая история. Как было дело? Мы подходим к этому автомату, и мой алихарк начинает в это играть. И он тянет, тянет, тянет эту фигню, эта фигня останавливается как-то так, и мы все такие, ээээ... Со второй попытки вот этот вот товарищ был выбит. И вы просто не представляете, что происходило вокруг этой будки с игрой. Народ стоял и ликовал, типа ура, ура, они победили, кто-то хлопал в ладоши, было странно. Взяли пёселя и поскорее ушли. Честно скажу, Корея это просто рай для шопоголика, потому что я увидела там невероятное количество красивых каких-то магазинов, и смотрите, какие невероятно крутые вещи я там купила. Вот этот вот красный топик с такой вот финтифлей, это просто что-то потрясающее. Мне кажется, он выглядит совершенно чумочищем образом, и напишите, как вам такой топ. Дальше я пошла в разнос, топиковый разнос, поэтому купила себе еще и вот такой вот топ. Я очень люблю топы на одну руку, одно время я носила только их, потом я как-то забила на эту историю, но в Корее я снова увидела огромное количество именно топов такого формата и подумала, почему бы не вернуться к тому, от чего мы так давно и так пристально, и так быстро убегали. Следующая вещь, это тоже топик. Он вот такой вот интересный, он очень необычный крой имеет, потому что у него посередине как будто бы разрез, но он на самом деле, конечно, никакого разреза нет, это одна сплошная ткань, но выглядит она очень интересно. Очень-очень, по-моему, интересный топик. Я не хочу вам показывать, точнее как. Так, вот он, он прямо сейчас на мне, он делает ваши тралля-ля достаточно большими объемами. Короче, мне он очень понравился, я его купила, теперь я его ношу. Надо только правильно его надеть, потому что он у меня неровный. Очаровательный. Смотрите, какой у меня очаровательный блокнот с рисунком ручек с Эллормун. Я его купила для своей подружки, мне показалось, что ей такой дизайн должен очень понравиться, потому что он не навязчивый и выглядит очень стильно. И при этом сразу для фанатов понимаемо. Следующий топ, который я купила, вот такого вот необычного цвета, он немного сиреневый, немного розовый и в белую полосочку. Мне кажется, он очень стильный, правда, я не совсем пока понимаю, с чем его носить, так что напишите, с чем бы вы носили такой топ, если бы вы его зачем-то вдруг купили. Потом я зашла в магазин, который просто поразил мое воображение, потому что это был безумно красивый магазин, один из самых лучших в моей жизни, и там я нашла вот такие вот интересные джинсы. Обратите внимание, у них вот эта вот часть совершенно неровная, видите? То есть такой дюзда, как будто ты неправильно как-то застегнул пуговицы, но на самом деле в этом и задумка. И еще у них здесь как будто откусанные куски. Короче, мне очень понравились эти джинсы, они оказались супер-классными. А здесь у меня носки. Носки всякие разные. Это обычные розовые носки, ничего интересного. Это носки вот с такими вот красными миленькими сердечками, мне показались они очень очаровательными, поэтому я их взяла. Следующие носочки, которые у меня есть, это носки с татой. Здесь будет очень много, очень много, неприлично много мерча и всякого стафа с BTS. Еще я купила себе вот такие вот неоново-розовые носки, но я купила их не просто так, я подбрала их себе вот под этот вот ремень. Он совершенно простейший, просто тупо длинный, но мне очень понравился его яркий цвет, и мне кажется, с ним очень эффектно выглядят какие-то самые обычные, те же самые рваные голубые джинсы. Одежды тут еще много, но давайте дальше я покажу вам немножко из косметики к теме обетеснутости. Это косметичка, с которой я летала в Корею. Косметики у меня здесь будет очень много, сразу вас предупреждаю, но сейчас я хочу показать вам кое-что, что особенно сильно меня в ней поразило, и заодно покажу вам небольшой макияж. Вот этот вот. Во-первых, я нашла вот такую фирму, которая называется Mini TT, ну или как-то так. Это фирма, которая делает парфюм вот в такой вот штуке. И это нереально крутая тема. Вы наносите этот парфюм, он очень похож по консистенции простительно-зубную пасту, но вы наносите его на себя, он быстро тает на вашей коже. Не представляете, как здесь офигительно сейчас пахнет. Просто огонь. Кстати, знаете, что я заметила в Корее? В Корее девушки очень ярко красят свои губы. То есть ты идешь по улице, и у абсолютного большинства девушек будут яркие губы. Розовые, красные или персиковые. То есть они очень любят именно акцент на губы делать, при том, что они у них достаточно растушеванные, то есть никто не делает резкие границы, никакого там матового, такого супер, знаете, а-ля резиного эффекта нет. Это, конечно, очень отличается от того, как любят красить губы у нас. Ну и в целом, у нас так часто красные губы я на улице, например, не встречала еще. Нет, нет, нет. И еще знаете, что отличается, конечно? Отличается то, что в Корее очень тяжело найти тушь. Ну не то, чтобы ее там очень тяжело было найти, она, конечно, есть. Но тушь я, например, брала с собой из Москвы. У меня вот такая вот тушь. И это одна из моих самых любимых туши на данный момент. Кстати, я покупала ее в Литуале. И это самая первая тушь из сегмента масс-маркет, которая реально смывается водой. Просто самая первая, обязательно протестируйте. И она просто как-то безумно круто подчеркивает ресницы. Что-то запредельное. Просто, так сказать, почувствуйте разницу. Она называется Maybelline Snapscar, представлена во многих цветах, но у меня конкретно черный. Ой, еще я хотела вам рассказать, наверное, многие из вас и так это заметили. Недавно я снялась для рекламы Maybelline. Я очень хотела, чтобы вы посмотрели эту рекламу, потому что мне безумно нравится, как она получилась. Это, на мой взгляд, одна из самых красивых реклам ever. Поэтому обязательно ее посмотрите. Прям полную версию. Очень-очень-очень обязательно посмотрите. Дальше смотрите, что я купила для своей подруги. Это две помады от Тони Молли в коллаборации с Moschino. Я взяла и две помады. Одна нейтрального оттенка, другая более вечерняя. И мне кажется, они должны ей очень сильно понравиться. Ну что, если я вам скажу BT21? Все, что связано с BTS, разлетается на раз, два, три. Вот сколько у меня косметики от BT21. Вся эта косметика уже лежит без упаковки. Просто потому что упаковки ее никак не реально было уже провести. Ох, какие же, какие же они прекрасные, мама, дорогая. Просто не могу. Мне так нравится. Я несколько дней, как сумасшедшая, приходила в один и тот же магазин, в Line Friends, где проедавалось вот это вот все великолепие. И я все это каждый день косила. И я каждый день туда ходила не потому, что я сумасшедшая, наверное, а потому что все очень быстро раскупали. То есть ты приходишь в магазин, и в этот день, допустим, у них есть только вот это, а в следующий день у них есть только вот это. Поэтому, короче говоря, несколько заходов мне понадобилось, чтобы собрать вот это вот все. Короче говоря, кислота. Есть вот такой вот очаровательный крем с этой маленькой пушистой кицей. Когда я увидела этот пенистовый крем, я была в полном восторге. Я поняла, что он мне нужен и взяла его. Далее смотрите, какие у меня есть заколочки. Вот так вот они выглядят в форме сердечка. А как это будет смотреться на волосах, интересно, сейчас. Как-то так это выглядит. Напишите ваше мнение. Идут мне такие заколки или лучше не надо. Но мне кажется, это выглядит очень интересно. И для какой-нибудь фотографии креативной было бы очень здорово. Дальше я купила кучу всевозможных вот таких вот штучек. Это штучки travel size размера для всевозможного переливания всевозможных ваших шампуней, масок, масел. Чтобы не таскать с собой полноразмерные, в разные путешествия. Смотрите, мой чехол скуки. Опять-таки 5.21. И посмотрите на то, с каким приколом этот чехол. В этот чехол вот так вот раскладывается. И вы можете здесь хранить любую вашу карточку. Я тут храню карту метро. Поэтому сейчас я сюда ее сразу и положу. Очень-очень удобно. Также с чехлов у меня есть чехол вот такой. Вот с таким приколом. Здесь как будто символы айфона. Лежат всевозможные иконки. Вот сапа того же, сапа, вон ютуб тут есть. Прикольно. Короче, решила взять чехол Sailor Moon, чтобы был. И чехол вот с такими вот блесточками. Потому что я очень люблю всякие разные жидкости. Так, дальше у меня есть еще один топик. Вот такой вот бежевый на тонких бретельках. Самый базовый. Но мне показалось, что именно такого топика моей жизни не хватает. Поэтому я взяла. Я буду носить его самыми обычными джинсами. Я купила себе вот такие вот ручки. Они вот такие вот длинные, с черным ремешком. Это очень в стиле корейских девушек. Большинство из них ходят в каких-то рамных брюках. Поэтому я решила не отставать от них и купила себе. Я купила себе вот такой вот сиреневый костюм. Это от него брючки. И это от него кофта. Но я решила действительно как-то разнообразить свою жизнь. Поэтому ходила и теменаправленно искала вещи, которые обычно я не ношу. Такова была задумка. Так, еще у меня здесь вот такой вот топик. Он, как вы видите, с открытыми плечами. Последнее время мне очень нравится такой стиль. Я полюбила топы. Я полюбила кроп-топы. Хотя раньше я стеснялась и их не носила. А сейчас ношу и мне прям по кайфу нравится. Как вам? Что скажете? Также я купила себе вот такие вот шорты. На самом деле там огромный выбор шорт на любой просто вкус, цвет и размер, как мне кажется, кроме моего. Поэтому я их взяла. Их я комбинирую с моим розовым ремнем, который я показывала ранее. И мне кажется, это получается просто потрясающе. Очень фотогенично выглядит. Дальше из необычных вещей тут еще один вот такой вот розовый топ с белыми окантовками и с пуговичками. Он выглядит более солидно, чем то, что я ношу обычно в плане его самого стиля. И мне очень интересно, конечно, как я буду его в дальнейшем носить. Потому что пока я ума не проложусь, чем такую вещь носить. Если знаете, напишите. Прямо только напишите. Розовый топ носи вот с этим. Так, еще у меня здесь упаковки с сережками. Кстати, вы знаете, в чем прикол Кореи? Ну, там очень много приколов, но один из их очень клевых приколов это вот такие вот акции 1 плюс 1. Ты покупаешь что-то одно и берешь что-то второе себе в подарок. И практически любая вещь продается в плюс 1. Неважно, это косметика или это какие-то аксессуары. С одежды я такого не видела, но, уверенно, с одеждой тоже такое есть. Но это очень приятно, когда ты покупаешь себе классную вещь и вторую. Ты просто любую за эту же цену можешь взять себе в подарок. Офигенно. Потом у меня есть еще вот такой вот топ, который увеличивает траля-ля. Это очень полезный топ. Не знаю, как оценить его полезность, но я думаю, даже на самом топе понятно, что он тут размер так неплохо увеличивает. Все за счет того, что внутри находится какая-то поролоновая хреновня. На самом деле, задумка максимально простая, но главное, что она рабочая. Боже, а какие там магазины? Я, конечно, вам уже показывала на вставках, но это ни описать, ни рассказать. Магазины просто офигенные. И просто офигенно то, что ты реально приходишь в этот магазин, ты можешь фоткаться. Ты можешь делать селфи, ты можешь записывать видео. Ты реально все, что хочешь, можешь делать. Тебе никто ничего не то, что бы не скажет. На тебя даже смотреть никто не будет, потому что это абсолютная норма. Люди приходят, фоткаются, и всем хорошо. Портки розовые, велосипедные, или как-то так называется этот фасон, это то, что я вообще бы никогда бы ничего, ни за что бы не одела. Но в этот раз я их купила, потому что надо выходить из зоны комфорта и покупать что-то странное, что-то новое. Я надеюсь, вы еще не задолбались, снова увидела, потому что вещей у нас еще много. Вот такая вот накидочка. Я купила в том же самом магазине, кстати говоря, вот в этом вот розовом. Хучу называется. Выглядит она вот так вот. Она оказалась очень удобной и очень стильной. Мне очень нравится то, что она укороченная. Это выглядит просто очень потрясающе. Подобных вещей себе вот такую вот белую штуку. У нас в один момент там очень сильно похолодало, поэтому нужно было купить какую-то более-менее теплую одежду. Я купила вот эту вот самую супер базовую. Я забыла, как называется, это Худин на молнии. Правда, забыла, как называется. Короче, купила вот такую вот штуку и ни разу не пожалела, потому что это самая лучшая, самая удобная, самая теплая хрень подобного рода в моей жизни. Палетки теней. Вот так вот они выглядят. Это просто очарование. И да, это опять та же самая акция. Берешь одну, получаешь второй подарок. Хотели бы, чтобы у вас в магазинах всегда было так. Ты приходишь, берешь что-то одно, и тебе дают ровно то же самое, второе, только любого другого цвета, который ты захочешь. Потом у меня есть бренд в косметике уходовой, которую я люблю. Он называется It's Skin. И да, там я его тоже накупила от души себе просто. Большую банку и три небольших, потому что они шли в подарок. Ну, как-то так. Корея. Из того же It's Skin у меня еще крем под глаза и обычный самый крем. Вы, может, даже видели, у меня раньше был такой розовый. В этот раз мне посоветовали оранжевый, взяла его. Не знаю, насколько оранжевый будет хорош, но розовый топовый. Потом в Корее я нашла еще вот такой вот бренд, Mini TT, который я вам говорил ранее, когда показывал вам духи. Он оказался супер топовым, у них какие-то нереально крутые кушены, у них совершенно нереальная линия ухода, всякие ампулы, эссенции. Короче, я скупила этого бренда себе целую кучу. Буду им теперь тоже пользоваться, потому что он совершенно потрясающе очаровательный. Жалко, что у нас его нет. Дальше, что касается ухода, ну, конечно же, как я могла пропустить вот это. И если вы задалека пока не поняли, в чем прикол, это, да, это косметика VTX BTS. И она мне, конечно же, была очень нужна, потому что, ну, я же сказала, что я BTS-нулась, да? Килинг-маска, гидрофильное масло и гелевый мист. Все, что нужно, все, что важно. Уход, это необходимость. Плойка. Короче, я не планировала вообще никак покупать себе плойку в Корее. Но дело в том, что я в Корее с собой взяла зачем-то неправильную плойку, потому что моя, знаете, плойка-трансформер. Можно брать большую насадку, можно брать маленькую насадку, как пошло. Это выглядит. В общем, я взяла с собой зачем-то большую насадку. А мне она не подходит для того, чтобы делать укладку, которую я люблю делать. Поэтому пришлось купить себе вот эту вот плойку. Она стоила очень дешево по меркам плойки. Нашла я в каком-то рандомном магазине, и это была лучшая блед-плойка в моей жизни. Как вы это делаете? Я купила себе цветочек. Вот такого вот белого цвета. Интересно, там есть батарейки? Ну, конечно, батарейок нет. Короче, это такая лампа в форме дерева сакуры. Она у меня белая. Там еще была такая же розовая, но мне под мой дизайн больше подходит именно белая. И мне кажется, это выглядит очень-очень клево. Смотрите, какой классный деревце. Ну, просто мило та же, ну. Дальше я еще в местном Aliaf Express нашла вот такую вещь. Это подставки под всякую предблуду косметическую. Вот так вот она выглядит. К сожалению, была только черная. Я бы хотела больше прозрачную или белую. Но ладно, тоже подойдет. Не то, чтобы это важно, но у меня есть шоколадка. Просто, знаете, она корейская. Вкусно, наверное. Не пробовала еще. И, наверное, одна из последних моих покупок. Это вот такой вот косметический огрегат. Вы знаете, я видела в Инстаграме такие штуки, наверное, года 2 или 3 назад. И я просто мечтала об этой хреновне. И я видела их только на американских сайтах, типа ebay. И они стоили где-то 300 долларов. Но я, если честно, зажала 300 баксов за такой фигней. Просто забыла о ней. И тут я приезжаю в Корее. Вижу вот это за, по-моему, рублей 200. И я такая, что мне это надо? Я это покупаю. Давайте ее соберем. И я, короче, буду на ней сохранить мою косметику. О, блин. Я совсем забыла, что я в эту упаковку, короче, напихала еще кучу всякого-всякого. О, здесь тоже кучу всякой фигни. Так, давайте быстренько расскажу, что здесь находится. Здесь тени BTS. Упаковка для кремов вот такая вот. Потом косметика вот эта вот мини-ТТ. А я, кстати, уже думала, господи, куда я делала мои остальные духи? Они вот лежат. Потом немного из VT Cosmetics всевозможные приблуды, классные. И вот эта вот вещь очень крутая. Сейчас мы ее протестируем. Это чистка для клавиатуры. Сейчас промо это соберем, потом ее сделаем. Пойдем с вами. И здесь у меня еще две вот тоже такие упаковки щеколада. Это шоколадное печенье с покемонами. Да, покемоны не особо имеют какое-то отношение к Корее, но это выглядит здорово. Написано, что это Made in Korea. И мне это понадобилось. Ну и, наверное, один из последних моих важных покупок. Это вот такая вот сумочка от Валентина. Знаете, я, конечно, совсем не планировала покупать эту сумку, потому что, ну, во-первых, это очень дорого, нецелесообразно. И я, в принципе, не люблю покупать себе какие-то очень дорогие вещи. Да и денег уже, на самом деле, после всего этого оставалось немного. Но вы себе просто не представляете, насколько паскудное у меня было настроение в день нашего улета. Я просто ходила по аэропорту и ревела. И когда я увидела бутики брендовые, я просто стала в них заходить, потому что, ну, интересно посмотреть, что там вообще продается, цены посмотреть. И мне было так плохо, что я увидела эту сумку, и я поняла, что если я ее куплю, то мне станет лучше. Поэтому я ее купила. Вот такая вот у меня сумочка. Ну, она меня сильно порадовала. Самое главное, что меня порадовала, но я все равно ревела в самолете, и сейчас, когда я об этом вспоминаю, мне грустно. Такие дела. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно напишите, что из этого всего бы вы хотели. И я вас всех очень сильно люблю, очень сильно целую. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. И всем пока. Смотрите мое видео «Один день из жизни в Корее». Субтитры сделал DimaTorzok